Тихую бухту Песчаные пляжи, чистое море и развлечения для экстремалов. Вот это кадры из Тихой бухты за год до аннексии в 2013 году. А вот так она выглядит сейчас. В последние годы с палатками сюда приезжает десятки раз меньше людей. Юрий, фанат Тихой бухты, уже 14 лет, сам из Беларуси. Мы общались с ним здесь же в прошлом году. Тогда в июне Юрий с друзьями были едва ли не единственными дикими туристами в Тихой бухте. Их пытались отсюда выгнать. Мы одни здесь. Там одна палатка. Впереди до Хамелеона и дальше... У меня впечатление, что палки в колеса. А почему, не знаю. Всех говорят, приезжайте в Крым, пожалуйста, все. Но... А реально делают какие-то приборы? Не дают условия вообще для отдыха. Ситуация повторяется и в этом году. Юрий жалуется на совершенно непонятные правила отдыха. Угрожают, что если вы не уберетесь сами, мы вас будем эвакуировать. Почему? Ну, понятно почему. Потому что, типа, трейлер... Почему-то у них есть расценки, там, за палатку, там, допустим, 350, там, за двухместную, за трехместную, 400. А за трейлером у них нету прескуранта. Они считают, что это транспортное средство. На въезде табличка «Проезд транспортным средством запрещен». Однако сюда можно добраться только на автомобиле. Кроме того, по правилам, которые установила Минэкология, парковаться можно не ближе 500 метров от моря. Но стоянку для авто сделали именно в этой запрещенной зоне. Соответственно, правила установлены так, что выполнить их невозможно. Люди приезжают и не понимают, можно подъезжать, нельзя. Целый министр сейчас выступил, сказал, что в этом году мы не будем штрафовать. Ну, где еще оставить машину? Где-то в лесу, так сказать, там, в горах. Подходить пешком с семьей тоже не вариант. Это людей нервирует. И, возможно, стать резко нарушителем, так сказать, влететь на 3,5 пищи. Как кому это надо? Для Юрия из Москвы Тихая бухта имеет особое значение. Прямо на этом пляже 6 лет назад он принимал роды у жены. Я тут родилась. На море. Получилось, что середина лета уезжать не хотелось. У нас ни один ребенок. И чтобы их как бы не тревожить. Тянули до последнего, а потом поняли, что некуда ехать уже. И взяли и родили. Ну, после всех. Все очень просто. Теперь же для этой семьи отдых здесь не такой комфортный. В бухте ходят люди, которые не представляются. И фотографируют номера автомобилей. А через полгода присылают штрафы. Они сфотографировали номера в июле месяце, а штраф присылали в феврале. Ну, по закону они должны предупредить. И человек должен развернуться и уехать. Если человек не понимает, то на него составляется акт с двумя понятыми. Но они делают по-другому. Когда все отходят от машины, тогда они подходят. Фотографируют номера, составляют акт. А внизу пишут, что человек отказался от дачи показаний. Спрашиваем правила парковки у охраны. Туристы подозревают, что неудобные условия отдыха сделаны для того, чтобы вытеснить отсюда отдыхающих и застроить до сих пор нетронутые куски земли. В прошлом году такие попытки уже были. Застройщиков выгнали местные активисты сразу после закладки первого фундамента. Потом говорили, что Киселев хочет тут организовать действительно гольф-клуб. Теперь говорят, что какая-то питерская мафия хочет забрать себе Тихую бухту. Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле дача, свои планы по Тихой бухте озвучивал публично. Что происходит в Тихой бухте? Это дикий туризм, который не отличается экологической чистотой. Мне кажется, что все это нужно осваивать. Мне кажется, что в Тихой бухте прекрасный ландшафт для гольф-поля. Гольф-поле – это 60 гектаров. Это сохранение зеленого ландшафта. Это спорт и здоровый образ жизни. Мне кажется, что это ответственные отношения к природе. Впрочем, пока реальных шагов для приватизации Тихой бухты предпринято не было. Туристы, которые приезжают сюда годами, готовы защищать этот крымский лакомый кусочек. Тихая бухта – сладкий кусок в плане застройки, так сказать. Я думаю, что многие бы хотели. Если будут его застраивать, так мы первые побежим протестовать против этого дела. Итак, Крымреалий выяснили, что в Капк-Тебеле сезон удался. Впрочем, курорт могут закрыть на три года. В Феодосии туристов нет. Мост не оправдал надежд. Теперь здесь ждут железнодорожное сообщение. В Ялте нам рассказали, что цены, отсутствие сервиса и застройка мешают городу стать полноценным курортом. В Ялте мы также встретили и туристов с материковой Украины. Землю Тихой бухты могут отобрать, отсюда вытесняют диких туристов, устанавливая правила, которые невозможно выполнить. Назар Сытник специально для Крымреалии.